Творческий путь одного китайского стихотворения Два года назад я познакомился с уникальным человеком и великим тружеником, переводчиком и русистом Вуюем, профессором Нанькайского университета, что в городе Тяньцзэнь в Китае. Он перевел чуть ли не всех русских поэтов, от Кантемира до ныне живущих, Пушкин, Лермонтов, Фетт, Басни Крылова, Брюсов, Бальман, Бунин, Цветаева, Рождественский, Гамзатов и так далее. Недавно перевел Акуджаву и Цоля, а еще прозву Горького, Пришвина, Пастернака и многих других. А еще он знакомил нас с китайской поэзией и как переводчик, и как составитель. Вот на слайде книги, изданные за последние четыре года. Это все билингва, на китайском и русском. В 99-м награжден медалью памяти Пушкина за многолетнюю литературную деятельность в области сближения культур России и Китая. 4 января я получил от Гуиу и письмо, в котором он пишет. Сегодня перевел еще одно интересное стихотворение поэта Гумилева. Посылаю вам посмотреть рукопись и прошу сделать замечание. Речь шла о неоконченной поэме Николая Гумилева «Два сна». История этой поэмы довольно запутанная. Датируется в 18-м году. Замысел поэмы возник у Гумилева в Лондоне и Париже в момент работы над переводами из китайских поэтов, вошедших позже в книгу «Фарфоровые павильоны». В одном интервью 17-го года в Лондоне Гумилев говорит «Новая поэзия ищет простоты, ясности и точности выражения». Любопытно, что все эти тенденции невольно напоминают нам лучшие произведения китайских писателей. И интерес к последним явно растет в Англии, Франции и России. Сохранился план поэмы из десяти глав и четверостищих, которые иногда помещают перед началом поэмы. До нас дошли две главы. Остальные либо утрачены, либо так и не были написаны. О чем эта поэма? Ее главные герои – дети. Девочка по имени Лайце и мальчик по имени Тенвей. Еще там есть домашний дракон, пять столетий охраняющий семью Лайце. В подземелье томится злодей, задерживаясь, прозванной Манчжуром. Отцы, девочки и мальчики, китайские мандарины, принимают посла Танкина. Это северный Вьетнам. Тенвей читает им стихи, девочка шалит, а посол успокаивает смущенного ее шалостью отца, говоря. «Здесь, в мире горести и бед, в наш век и войн, и революции, Милей забав любячих нет, нет глубже», – так учил Анфуций. Это первый сон. А во втором сне Лайце выспрашивает дракона о приснившемся ей крокодиле, пристает к отцу с расспросами об Индии. Вместе с Тенвеем они играют, уходя все дальше мимо опушки, мимо квадратов рисовых полей, через лесные просеки. И где-то там, в кустах, Лайце встречает как бы свою копию – девочку по имени Муаяни. Сохранились два автографа «Первого сна», «Старый» и «Новая орфография». Второй сон включен в посмертный сборник, изданный Георгием Ивановым в 1922 году и переизданный в 1923. Начало «Первого сна» в измененной редакции, опубликованной в парижской газете «Возрождение» в 1926 году. Обе эти публикации объединены в четырехтомном собрании сочинений Гумилева, изданном Глебом Струвой в Вашингтоне в 1964 году. В зеленом и красном отмечены строфы автографа «Два» и посмертного сборника. В желтом – строфы, отличающиеся от них, в черном – отсутствующие. Но нас будут интересовать только три красные строфы – стихи, прочитанные Тенвеевым. В автографах «Один и два» совершенно разные стихотворения. Их объединяет только темы луны, воды, утеса и облака. Я прочитаю второй стихотворение. Луна уже покинула утесы, прозрачным море золотом полно. И пьют друзья на лодке остроносы, не торопясь горячее вино. Смотря, как тучи легкие проходят сквозь лунный столб, что в море отражен. Одни из них мечтательно находят, что это поезд бахдыханских жен. Другие верят – это крощам рая уходят тени набожных людей. А третий с ними спорят, утверждая, что это караваны лебедей. Но это не значит, что второе стихотворение написано позже первого. Более того, оно написано даже ранее. Дело в том, что эти стихи первый раз под названием «Лунный свет» появляются в рукописном альбоме, в который Гумилев писал 76 стихотворений. Обложка – акварель работы Натальи Кончаровой, с которой Гумилев познакомился в Париже в 1917 году. Текст отличается от более позднего «Автографа 2». Различия показаны синим цветом. В альбоме отмечено, что это перевод с французского стихотворения «Жудит Готье», которое, в свою очередь, является переводом с китайского. Автором китайского оригинала назван Ли Сучан. Кто такая Жудит Готье и кто такой Ли Сучан? Жудит Готье – французская поэтесса и романист, дочь писателя Теофиля Готье. Ее называли «Китайской императрицей парижских салонов». Она была музой Вагнера, Бадлера, Маларме, любовницей Виктора Гюго. Она стала первой женщиной-членом Ганкуровской академии в 1910 году. В тот же год награждена Орденом Почетного легиона. Жудит начала изучать китайский язык в 1862 году. Теофиль Готье нашел для нее учителя, китайца Дин Дун Лина. В 1967 году, в возрасте 22 лет, она выпустила первое издание «Яшмовой книги» под псевдонимом «Жудит Уолтер» и с посвящением Дин Дун Лину китайскому поэту. Оно включало 71 стихотворение в переводе на французский язык. Перелизвано в 1902 году под настоящим именем «Жудит Готье». Книга расширена до 110 стихотворений. О Дин Дун Лине известно немного. Он родился в Кантоне. На императорских экзаменах получил степень Сюцая. Ну, что-то вроде бакалавра. Говорят, что он участвовал в восстании Тайпина. Жизнь его была в опасности, и ему пришлось эмигрировать. С помощью французского миссионера Жозефа Мари Каллири Дин Дун Лин обращается в христианство. Они вместе перебираются из Китая в Париж. Каллири вскоре умирает, и Дин Дун Лин остается без средств к существованию. Тут-то его и встречает Теофиль Готье, берет Жизнь к себе в дом и делает наставником своей дочери. Жудит, которой тогда было 17 лет, вскоре обнаружила, что она ни много ни мало реинкарнация китайской принцессы. Дин Дун Лину была поставлена трудная задача. Он должен был стать не только наставником Жудит, учителем китайского языка и культуры, но и освободить душу китаянки, застрявшую в теле француженки. Миссия, которую Теофиль Готье доверил своей дочери, была не менее сложной. Разгадай этого желтого человека и узнай, что скрывает его загадочный мозг. Пара слов о значении Яшмовой книги. К моменту ее первого издания Маркиз Дерведо Сен-Дени выпущил переводы поэзии там. Эти тексты не то чтобы отличаются от Яшмовой книги, они несопоставимы. Один из ведущих китаеведов 20 века, академик Алексеев, отнес переводы Сен-Дени к образцам точнейших и обстоятельнейших переводов. А книгу Готье – категории переводов фальсификаторов, экзотических переводов. Вывод Алексеева такой. На эти переводы, в кавычках, устремились незнающий язык и побуждаемые очевидной экзотикой, вроде Юги в Готье. Как и можно было представить, они оказались большими китайцами, чем сами китайцы, упорно стараясь договорить то, что китаец не сказал. Сочинительство под китайца госпожи Готье оказало влияние на поэтическую продукцию поэтов-экзотистов, например, фархоровый павильон Гумилева, которые, чувствуя ведущую их руку, дают себе, конечно, еще большую вводу. Так создается экзотика китайщины – шинуазри. 80% стихов яшмовой книги – это не переводы, а вольные фантазии. Как сказал Акутагаверю Носке, это Китай, но не Китай. Но именно эта книга впервые представила китайскую поэзию во Франции широкой публике и была много раз переведена за границей. Есть большая доля истины в словах испанского блогера Мануэля Дура. Любая история восприятия китайской культуры и литературы на Западе должна быть сосредоточена на фигуре Жудит Готье и малоизвестного китайского литератора Диньдун Лина. Яшмовая книга не только посвящена Диньдун Лину, но и содержит три его стихотворения. Так он оказался в ряду великих поэтов Китая – Либо, Дуфу, Суши, Ли Цэнджао и других. Это, конечно, вызвало недоумение у китайцев. Известный ученый Цэнджун Шу писал «Диньдун Лин не знает стыда». Но европейцами стихи Диньдун Лина не воспринимались как нечто постороннее. Одно из них перевел на русский язык Игорь Северянин. Но вернемся к нашему стихотворению. Если сравнить подсрочный Жудит Готье и перевод Гумилева из альбома, то мы увидим, что перевод точный. Гумилев с уважением относился к отцу Жудит Теофилю Готье, считая его одним из краевольных камней эстетики акмеизма. Гумилев перевел «Эмали и камни» Теофиля Готье, так что выбор яшмовой книги объясняется не только любовью к экзотике. Но кто же автор китайского оригинала? В первом издании он назван Лисучон. У Гумилева Лисучан. А в 1902 году он сменил имя на Ли Уэй. Там же проведены китайские иероглифы его имени, которые читаются как Ли Уэй. В китайском языке вообще нет фонемы Уэй. Это неправильная транскрипция. Но кто такой танцкий поэт Ли Уэй? Именно такой вопрос мне задал Гуюй. 7 января написал «Вчера искал долгое время в сети интернет, к сожалению, ничего не получилось». Гуюй искал по китайским иероглифам. Я стал искать по латинской записи Ли Уэй. Не сразу, но кое-что нашел. А нашел я статью японского исследователя Рюкен об одном стихотворении Акутагава Реноски. В стихотворение входит сборник из пяти западных стихотворений, которые в 1922 году Акутагава перевел на японский язык. Сборник называется «Пастельный дракон». Создан во время болезни писателя, когда тот жил в Шанхае. Интересное совпадение. Позже, в 1935 году, там вышло третье издание посмертного сборника Гумилева. Вот наше стихотворение. Французский оригинал и перевод на японский. Перевод Акутагавы тоже довольно точный. Особенным является только слово «касокеки». Это архаизм, который трудно перевести на русский. Что-то вроде тусклый, туманный, нечеткий, размытый, эфемерный. Это соответствует строке Гумилева. «Сквозь сонный мрак, луною озарен». Рюкен пишет. Используя содержание переведенного стихотворения в качестве руководства, я нашел стихотворение под названием «Яркая луна восходит над океаном». Поэта средней династии Тан – Ли Хуа, которая, похоже, может быть оригиналом для перевода Акутагавы. Ли Хуа – писатель и поэт династии Тан. В 735 году получил высшую ученую степень Цзэньши. Далее он успешно делал чиновничью карьеру. Его отличало ревностно-честное отношение к службе. Во время мятежа Анилушаня, когда войска мятежников заняли столицу в 755 году, Ли Хуа был вынужден служить придворным чином в государственной канцелярии, тем самым оказавшись насильно вовлеченным в дела заговорщиков. После того, как мятеж Анилушаня был подавлен, Ли Хуа понизили в должности и составили в Ханчжоу. Но он продолжал честно служить и даже получать повышение. И только в 765 году из-за ревматического артрита Ли Хуа уходит в отставку, а затем под предлогом болезни удаляется от мира и становится буддистом. В результате Ли Хуа проставился еще и как буддийский писатель, оставив заметный след в истории китайского буддизма, особенно школы Чань по-японски дзен. Академик Алексеев пишет о Ли Хуа так. Он стал проповедовать труд, воздержание и скромность во всем, вплоть до сознательной и нарочитой бедности, и кончил жизнь свою в буддийском монашестве, охладев ко всему, в том числе и к поэзии. Однако он успел написать около 30 дзуаней, свитков, книг, прекрасных стихотворений и прозаических шедевров, дошедших до нас. Прославился как прозаик. Ли Хуа – один из весьма многочисленных поэтов расцвета поэзии в восьмом веке, но весьма малоизвестным в Европе, пожалуй, только по плачу на древнем поле сражений. Этот плач Алексеев перевел к прозе. Ли Хуа был современником великих поэтов Ду Фу и Либо. С Либо они обменивались стихами и эссе, у Либо есть стихи, посвященные Ли Хуа. Когда Либо умер, Ли Хуа написал эпитафию. Первую половину стихотворения Жудит перевела довольно точно. Только вместо золотого зеркла у нее серебряный подвоз. А вот вторая часть стихотворения даже не пересказана. Здесь есть Чан-э, богиня Луны, которая, как известно, была женой стрелка И, выпила эликсир бессмертия, подаренный мужу богине Запада Сиванму, и вознеслась на небо. Вороны и дзюе означают еще и сорок, намекая на миф о пастухе и ткачихе, которые превратились в одноименные созвездия и могут встречаться только раз в году, когда оба появляются на небе. А сороки слетаются и строят из своих хвостов мост, по которым влюбленные идут друг к другу. Вороны-сороки в переводе превратились в лебедей. Бледная вода и белые облака стали белыми одеждами императорских жен. Откуда взялись эти жены императора? У Лихуа их нет, но есть император, легендарный император Яо, который жил больше четырех тысяч лет назад. Вместо жены императора есть трава Миндза, благодатная трава. Согласно легенде, она росла около ступеней императорского дворца. Так, каждый день, начиная с первого дня лунного месяца, вырастал один стручок, а с шестнадцатого дня на закате опадал один стручок. Император Яо смотрел на эту траву, чтобы узнать день лунного месяца. В стихотворении Гумилева из альбома серебряный поднос, как и у жудит Гатия. Но в окончательном варианте появляется прозрачное золото. То есть Гумилев, не видя оригинала, угадал, что у Лихуа золотое зеркало. И Гумилев как будто чувствовал, что жудит Гатия что-то упустила. И переделал две строки. Но тут он не угадал, конечно. Написал не о благодатной траве, а о тенях набожных людей, уходящих к рощам рая. В то же время, это отсылка к прошлому. Ну, растение, значит, люди уже умерли. И к священному, роща рая, похоже на отсылку у Лихуа, к древним и священным, поскольку тогда был золотой век, временам императора Яо. Так что немножко Гумилев угадал. Не буквально, но похоже по смыслу. На этом путь китайского стихотворения нет, не завершается, а продолжается во всевозможных отголосках, которые были, есть и будут. Вот современная каллиграфия этого стихотворения. Бу Юй написал мне, «По-моему, можно обвинить в неточном переводе французскую переводчицу Гумилева обвинить не в чем». По словам китайского исследователя Ян Миня, стихотворения Гумилева стали своеобразным ключом, открывшим русскому читателю Китай. А теперь я хочу прочитать два поэтических перевода оригинального стихотворения Лихуа. Один мой, другой Натальи Орловой, которая принадлежит к недавней перевод ста стихов Бодзуи. Мой перевод такой. Светло-светлая осенняя срединная луна, Кругло-круглое над морем Поднимается она, Чудится зеркальным, Золотом полна, Чайником нефритовым Прозрачного вина, Медленно всплывает Над тройной горой, Чтобы пересечься С небесной рекой. Чаная ушла пригубить Тводовской настой, А сороки в страхе Кружат над листвой, Под луною светится Бледная вода, И плывут светлее В небе облака. В этот час Таньяу Наблюдал с крыльца Дивно колосится Волшебная трава. Ну и перевод Натальи Орловой. На сломе осени Пресветлая луна Над морем круглым Кругом восплыла Золотое зеркало Сиянием полно, В сосуде яшмам Прозрачное вино Над троегорием Медленно скользит, Пересекая розчерк Млечного пути. Вкусив настой, Чаная уши в небесах, Вспугнув сорок, Дремавших на ветвях, И блики стали На воде белы, И облака Плывущие светлы. С крыльца спустился Я в этот час, Трава волшебная На славу поднялась. Ну и поскольку я, Как Дин Дюль Лин, Не знаю стыда, В завершении я прочитаю Своё стихотворение, Написанное под впечатлением От личности и жизни Лихуа. Гуви его перевел на китайский язык, Но китайский я читать не буду. Поводом послужила разница В дате смерти Лихуа. По версии авторитетных текстов, Лихуа умер в 766 году, Вскоре после отстажа. Но это довольно странно, Вряд ли он смог прославиться Как буддийский писатель И оставить след В истории китайского буддизма, Если бы у него был Всего один год до смерти. К тому же другие тексты Опровергают эту дату. Согласно им, Лихуа был жив в 769 И даже в 774 году. Ошибка произошла Из-за неверного написания Иероглифа 9, Которая пишется очень похоже, На иероглиф начальный, Особенно в скорописи. Поэтому вместо 9 года Периода Дали, То есть 774 года, Получился первый год, То есть 766. Ошибка вроде найдена И исправлена, Но в половине сайтов интернета По-прежнему указана Старая дата. Старый чиновник И старый поэт Оставил скихи и службу, В обители горной Нашел приют, Потому что поверил Будде, И в хронике пишут, Вполне разумно, Что он заболел и умер, Но пальцы скрюченные, Артрита, Все еще держат кисть, Чтобы написать Перевод санскрита, Сутр друзьям-монахам. Такая теперь у него Еще одна жизнь. Спасибо за внимание. Спасибо за внимание.